друзья привет приветствую на канале сегодня буду пересаживать вот этот вот молочай трюганный вот вот он в таком горшке стоит на журнальном сейчас у меня столики готовлю здесь буду пересаживать но немножко ребята расскажу об этом молоча и этому молоча около трех лет но 3 нету потому что канал три года и как бы нету трех лет и у меня есть видео где у меня рухнул большой молочай трюгранный огромный трехметровый и вот это от него детка я посадила в маленький горшок его вот он отломился от него в общем и вот укоренялся но и потом стал активно он расти и вот это уже у меня вторая пересадка как бы вот это было такой я считала что это горшок побольше но вот он за этот последний год вот такой вымахал это уже приблизительно ну наверное сантиметров 80 90 сантиметров высотой и смотрите ребят какой густой прямо но я имею ввиду густой сейчас вам кое-что покажу поближе короткий ствол вот с такого вот черенка маленького совсем воткнули в землю типа в майонезная ведерочка и вот он стал расти и он дал боковые много веточек боковых что это очень очень хорошо вот сейчас его хочу пересаживать потому что он уже вот стал заваливаться на бок стоит стоит и как бы раз и уже подпирала его на стенку вот я делала при вот этой пересадки когда в этот горшок сажала я делала обрезку и не знаю вот сейчас тут просто не видно вот показать вам где она сделана то ствол то укороченный тут так все густо что ай колючий вот заглядываю во внутрь цветка не знаю сейчас попробую еще вам показать настраивается камера ну вот видите да вот 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 здесь немножко в середке видно что приблизительно вот на этом уровне когда я пересаживала в этот горшок когда пересаживала в этот вот на этом уровне я сделала обрезку и здесь приблизительно отсюда начала но выпускать вот здесь видите уже никакой обрезки нету здесь вот никаких уже верхушек я не обрезала и он уже теперь растет такой в произвольной форме но сегодня я хочу пересаживать новый горшок как я сказала что он уже заваливается хотя здесь внизу есть и какие-то у меня камни дренаж для того чтобы более утяжелять этот горшок все равно все равно надо уже немножечко его пересаживать и вот ребят немножко он получился видите как бы вот если так немножко как бы однобокий вроде как бы ничего но немножечко немножечко однобокий вот даже не подлезешь там но это хорошо что снизу он такой мощный снизу самое главное тогда он будет держать сам себя ну и сейчас вам покажу какие я подобрала горшки вот он растет в таком горшке наверно полтора-два литра точно я не знаю какой это горшок вот у меня есть вот такое но бы уж на керамический но мне очень нравится тяжелый такой горшок он немножко больше да видно все равно видно что он больше и есть вот такой вот пластиковые он конечно гораздо больше и может быть этот бы стоит и сюда пересадить но мне если честно ребят не нравится сам горшок как-то вот он не вписывается у меня в мой интерьер какой-то он слишком яркий оляпистый я не знаю но надо немножечко как-то или его или задекорировать в общем пока я не берусь вот этот вот горшок я не берусь сажать все-таки я посажу в этот он не намного больше не намного но он тяжелый керамически устойчивый вот этот же пластиковый горшок так сейчас покажу какую землю я нашла землю я уже подобрала как бы ее замесила земля не супер-пупер как говорится здесь магазинная земля покупная смешана с домашней добавлен еще песок и вот здесь видите ну вот такие вот как бы мелкие фракции камушки но она рыхлая она рыхлая и так она сильно не комкуется вот я еще подобрала ну не подобрала вот здесь у меня это будет дренаж дренаж здесь керамзит попадают такие бетонные конечно фракции керамзит и речная галька более крупные на дно уложу а потом сверху меньше 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 и потом уже буду засыпать землей почему я буду использовать такой дренаж ну во первых в этом горшке одно отверстие и она довольно таки маленькая если это отверстие забьется будет застой и можно погубить тогда этот молочай поэтому я насыплю сантиметра три где-то я насыплю вот этого дренажа керамзит с речной гайкой на всякий случай чтобы как говорится подстраховаться и не допустить застоя воды в этом кактусе он конечно любит молочай попить воду и чем больше он тем больше он просит воды как говорится но дренаж должен присутствовать обязательно и вдобавок ко всему хоть это горшок и тяжелый но молочаемый продолжает расти и поэтому есть вероятность того что он будет переваливать просто этот горшок но приблизительно на год мне этого горшка хватит вот тут кстати тоже он просидел в этом горшке один год всего лишь и все уже стал заваливать но я вам ребят скажу за этот год он вырос больше чем в два раза больше чем в два раза вот такой вот ну слава богу хороший прирост хорошо растет мою растеница смотрите насыпала я дренаж но я хочу еще вот видите мелкая речная такая у меня так то есть уже наш землей я как бы немножко нечисто сразу землей засыплю эту кальку потому что крупные а более мелкой фракции вот я засыплю тоже здесь уже камни и чуть-чуть земли тоже досыпаю свой горшок получилось довольно таки много приблизительно вот столько я насыпал уже даже получается что горшку но как бы цветку то и не сильно много места но вот там где-то вот так насыпано вот этого дренажа ну и теперь давайте посмотрим какая у него корневая правда он колючий но сейчас постараюсь вытащить аккуратно куда-нибудь и посмотреть что там у него здесь вот значит в этом горшке у меня тоже видите вот в этом горшке тоже присутствует дренаж тоже из камней для утяжеления и вот собственно вот корневая эта система вот она я даже ее не хочу расшевеливать в принципе зачем земля смотрите здесь прям хорошая здесь по моему чисто покупная земля я сейчас просто в тот горшок в который собирают пересаживать значит вот в этом да я нас сюда засыплю чуть-чуть земельки и поставлю прям свой цветок свой молочай трехгранной вот и обсыплю ну и оставлю вот такой бордюрчик для чего чтобы потом можно было поливать вот этот горшок но удобно чтобы пропитывалась не под завязку как говорится земли насыплю так вот я его установила сделала примерку он еще мне облокоченный на стену пока стоит и сейчас одной рукой буду придерживать и сверху обсыпать вот видите он получился почти впритык но немножко зазор есть конечно земли побольше думаю это все равно лучше надеюсь что на один год хватит но если не хватит на один год то будем подбирать побольше горшок и уже пересаживать его в другой горшок но тогда это будет уже ближе к осени наверное вот так сейчас придерживаю ребят и обсыпаю вот этой вот землей ну я посадила его и теперь я его хорошо пролью потому что у меня изначально была земля уже сухая в старом горшке и сейчас я в сухую землю ну и чтобы увидеть вот где вот здесь сейчас земля сядет я хочу чтоб она просела видите вот специально бортики оставляю чтобы побольше водички наливать вот и теперь пусть она пропитывается уходит и уже будет видно надо там нам подсыпать еще водички или не надо вот уже считаю вот даже если сейчас выбежать ничего страшного на тот специальный поддончик для таких работ вот самое главное вот видите уже вот там в щели земля не сильно как был утрамбовалась хотя я набивала ее нового значит можно еще немножечко будет подсыпать очень даже хорошо что она так вот у нас пропиталась вот она уходит там туда туда в щели уходит но еще даже здесь вот видите даже еще не вышло так что сейчас проверим какой у нас дренаж вот хорошо земля вода уходит отлично но немножко тут осталось подсыпать и все будет хоккей-макей так теперь что друзья заодно сразу хочу сделать ему обрезку 3 верхние видите стали довольно таки сильно вытягиваться вот здесь вот средняя часть она такая более такая пушистая вот это уже как бы растет сильно чересчур вот видите вот какой длин длинный и я обрежу наверное приблизительно но вот где-то вот так сделаю подрезку пример смотрите вот здесь боковинка растет но я во первых вот здесь где-то его и обрежу вот так вот так вот обрежу пусть вот это раз уже вылезла пусть уже растет ну и здесь где-то над на этом же уровне также сделаю посмотрю какие обрезать но в общем вы поняли принцип того что если мы обрезаем как бы она выпускает дополнительно две-три веточки и более распушается и будет более ровный куст все ребята обрезаю как обрежу покажу не просто одной рукой неудобно тут снимайте штатива нет смотрите я обрезала и прям поэтому молоча и видите треугольник сверху вот молочко это немножечко как бы такое ядовитое ничего страшного руки помоете ну не смертельная как говорится но вот так по такому принципу сейчас обрежу некоторые своя вот здесь вот допустим вот видите я смотрю здесь вот выпустила но я сделаю обрезку вот вот здесь вот вот так немножко как бы остановлю рост чтобы он верхний бузовал вот и немножко распушался разветвлялся скажем так смотрите как я его конкретно укоротила и вот этот млечный сок он прям капит 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 бежит вот теперь смотрите ребят как я укорачивала видите разная длина сделала я это специально для чего ну чтобы знаете вот сейчас если вот так вот ровно срезать он ровно потом вот здесь и выпускает и здесь вот будет вот такой как бы своеобразный нарост если я здесь обрезала вот где-то он ниже чуть-чуть и выпустит боковые побеги но вот этот пока не подрезала хотя тоже можно было но вот постаралась почти все почти все вот это тоже можно немножечко даже но вот но этот вот где-то вот так тоже можно срезать видите вот вот этот я например тоже он был вот где-то вот до сих пор вот этот вот я его тоже обрезала для чего обрезала чтобы здесь он дал боковые побеги и ствол был более такой более снизу крепкий и более такой как бы мне самое главное чтобы внизу была хорошая основа правильно тогда он будет уже и наверху держаться но сейчас вот этот сок весь обтечет конечно я его сильно обрезала вот ребят посмотрите сколько я нарезала много я нарезала ну вот в принципе вот вот это можно подсушить да любую можно подсушить но может быть вот такой только корешок можно но не стоит укоренять а вот это вот все можно укоренять но я даже не знаю надо мне или не надо укоренять потому что он у меня на данный момент сейчас три или четыре молоча и вот это до два больших я вам еще вставлю фотки или может быть даже там покажу вам их и вот этот вот получается у меня маленький вот тоже три есть как бы достаточно но если я думаю заниматься каким-то бизнесом как-то продавать может быть через интернет то можно вот это вот попробовать и укоренить значит подсушить два-три дня чтоб хорошо ранка затянулась а и потом уже сразу сажать землю или можно ставить в воду он и в воде и так и так укореняется вот видите вот хороший тоже большие длинные какие врезала это сантиметров 20 не меньше 20 25 вот можно сразу попробовать укоренить их ну допустим в один горшок я наверно так и сделаю штуки три вот а пока будут подсыхать ну вот так ребят сейчас еще вам покажу как говорится маму и и братишку скажем так братишку этого молочая вот вот такой вот он у меня получил вот друзья когда сделала обрезку видно вы потеряла вот 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 видна старая обрезка вот видите старая обрезка вот и она вот смотрите 1 2 3 вот тут вот тут он дало вот эти вот все растет И это вот это все после того, как вот эту палку я подрезала. В общем, все это, поэтому ничего страшного нет. Он мне только спасибо скажет. Но сейчас ни на какое солнце выставлять не буду. Пусть немножечко он, как говорится, обтечет. Можно промокнуть вот это молочко, чтобы сильно не бежало. Вот, и все. Молочай мой готов. Пересажим. Вот я вам показываю. Это мама этого молочая, который у меня падал. Он 3 метра. Вот 3 метра. Вот видите, уже там у меня потолки 3 метра. Практически упирается уже, да? Вот дверь 2,40. Вот. И получается вот это вот мама этого молочая. Этому молочаю, ну, наверное, около десятки, если не больше. 10-12 лет, я так думаю. 10. Точно не знаю, не помню я этот возраст его. Вот в такой он огромной бочке стоит. Вот там тоже камней. Там только камней килограмм 10. Ну, и периодически мы его поворачиваем, чтобы более-менее... Там, знаете, даже двумя руками надо его поворачивать. Ну, и сейчас покажу вам братишку. Так, а братишка, вот он стоит. Но это пока не от него. Это просто он стоит. Вот видите, его тоже уже надо подрезать. Ой, ну вот займемся, значит, этим на днях. У него, конечно, горшок поменьше. Ну, ствол, видите, какой уже мощняцкий, мощняцкий. Вот это братишка старше. Его, этому братишке 3 года. И рост у него, наверное, 2,40. Где-то вот так, 2,35, 2,40. Вот так вот. Вот такие вот дела. Он, видите, уже облокачивается на стекло. Но тоже надо бы горшок ему побольше. У меня есть горшок побольше. Так что мы его тоже будем пересаживать. Но не знаю только как. Надо просить племеша, чтобы он мог. Вот так вот. Ну, ребят, селфи на фоне молочая трехгранного. У меня рост метр семьдесят два. Метр семьдесят два. Вот эта дверь. И вот, 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 вот там кончается молочая под петелком. Вот такие вот дела. Такие у нас растения гиганты. Даже если бы собралась продать, наверное, продать некому. Если не купит только какой-нибудь большой магазин или супермаркет, где можно это ставить. Так что это наш, можно сказать, уже домашний питомец. Вот. Вот молочай трехгранный. На этом все, ребят. Было полезное видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписался. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok